и включу это самое демонстрацию крана чтобы увидели демонстрацию сейчас видите тогда начнем то есть я сейчас озвучу правила нашей встречи то есть как правило она занимает где-то 30 40 минут я вам позадаю некоторые вопросы чтобы выявить какие есть у вас проблемы и насколько точно вы будете отвечать на мои вопросы я в конце смогу дать свои рекомендации мы согласны отлично тогда значит начинаем первый вопрос такого плана мне бы хотелось бы не хотелось понять какая у вас ситуация то есть вы занимаетесь или продвигаете какой-то бизнес там на земле в интернете вот какая-то компания или что-то вот я сюда пришла как бы продвигать бизнес коралловый клуб это действия и он не совсем был монетизованный ну то есть не давал сильно большого дохода и по ходу дела увидела здесь гораздо больше возможности заработать внутри мбм продукты которые нужно для оздоровления на хорошем уровне который вот так и теперь как сказал сегодня девиночка драгомирова мне теперь нравится само мбм ты как я преподаватели много лет преподавала поэтому мне нравится сам процесс взаимодействия с людьми и как бы обучать их этим всем инфопродуктам и общаться с людьми теперь мне нравится сам процесс мбм и если мне поехали появится какие-то бизнесы другие параллельно я буду с удовольствием их продвигать при помощи вот этой системы мбм коралловый клуб вы продвигали на земле или в интернете нас начали на земле потом нас научили халилов и такой инфобизнесмен и там было некоторые моменты но не было системы и технологии которые нашла в мбм ну вы вообще пытались продвигать его в интернете получается но очень очень я таких практически не приступила потому что не было той титул который бы не включила ну другой вопрос тогда результаты какие-то были вообще сколько времени вы там находились и какие у вас результаты у нас были только в нашем городе с нашими знакомыми в интернете практически ну нет я не говорю что в интернет нет вообще вот допустим вы пригласили в первую линию там 100 человек или 10 человек ну за год вы сколько человек пригласили смысл то вы как почему вы меняли эти самые компании в чем проблема была выплата в привлечении или в чем почему вы считали что вот другой компании у вас будет лучше чем в той тем более вы говорите что у вас очень много было в мбм это просто 2000 года тогда еще не был вообще интернет ну а в том дело что просто была структура но денег почему-то не было у меня была основная работа я доцент кафедры была работа но здесь мне тоже привлекал а потом да как отличился объем работы на работе и начало забирать фактически все 24 часа в сутки последние года поэтому одну как бы там затухло вот эти бизнесы это надо было улучшать уровень здоровья поэтому пришлось идти и параллы клуб и так далее искать те проекты которые связаны со здоровьем скажем так и по крайней мере хотя бы пользоваться продукции чтобы его поддерживать да так я понимаю конечно да значит это то есть мотивация была применение продукции и по ходу чуть-чуть немного там некоторые структуры появлялись но не такие были несерьезны потому что основное внимание было и финансовый поток шутки через другой другой это самый канал понятно понятно но все-таки мысли мысли вас не оставляла да я так понимаю что в интернете можно получить дополнительный доход то есть вы окончательно в любом случае поняли что в интернете можно заработать но как то есть в чем-то было видимо проблем когда и социальные сети я так поняла и осознание год назад потому что до этого все мои спонсоры всех бизнесов тогда еще никто не строил через интернет появлялась такая то сказать что можно заказать но не строить сеть и постепенно вот именно после коралловом клубе мы тоже начинали начали строить на земле а потом нам сказали что вот можно вот так вот так нам давали примеры но не было бы выстроенной четкой технологии хотя очень хорошие люди и помогали нам показывали нам ну и сами так сказать если бы был результат мы бы этого увидели бы большой результат а так мы пользовались интернетом только в качестве источником ценных роликов но не построение сети мы через почту посылали ролики нашим знакомым городе по контактам это в основном мы послали мы знакомства заводили на земле брали у них контакты и мая почту или в контакте и посылали на те ролики и через сеть просто общались вот так особо заводить новых знакомства и как-то запускать это еще нам не знакомо но анкеты ну то есть понятно то есть это принцип когда артем рассказывает видите в принципе в чем хорош хороший интернет в том что за определенный промежуток времени работы на земле и в интернете то есть мы можем перелопатить больше объем то есть если он на земле как вот даже насколько он профессионально тоже работал он добился максимального заполнения анкеты 40 человек в день представляете да это он охватил охватывал причем но он может охватывать гораздо больше но 40 анкет он получал то есть грубо говоря контактов людей вот он работал через анкеты на земле он же работал вот такой пример приводил на левобережной в киеве с утра приходил до вечера и вот максимальный его результат был вот когда уже он добился скажем так профессионализма кого-то своего там с холодными контактами это 40 40 анкет то есть холодных контактов в день а в интернете то есть это может составлять цифры и 400 и четыре тысячи и десять тысяч то есть все зависит от того как мы будем расключить то есть возможности то есть и причем мы можем не целый день это посвящать а просто какие-то какое-то время уже контроля когда на первом этапе это всем необходимо налаживать конечно здесь времени требуется как и в любом проекте достаточно много я недавно залила на youtube ролик артема и пока я вот обновляю раз обновляя через минуту 23 а там уже нарастает количество просмотров 469 то есть и учили на я еще не успела его поящему только редактирую и заново ставлю а там уже но пошли новые просмотры то есть я теперь поняла насколько это мощная информационная система вот именно после позавчерашнего наблюдения вот так же как посты то есть когда вы ну сейчас мы к этому подойдем давайте следующий вопрос такого плана вот хорошо я понял что у вас есть опыт значит в млм индустрии и сейчас вы нацелились на то чтобы в инфобизнесе получить какие-то результаты и вот такой вопрос а что хотите и какому сроку то есть у нас понимаете то есть когда мы начинаем заниматься бизнесом то есть у новичков самая основная такая проблема да мы никто как говорится не ставим никакой цели мы просто начинаем вроде что-то делаем куда-то течем знаем что вроде хотим заработать конкретно что то есть мы не знаем мы не поставили себе никакой цели и это говорит о том что вот смотрите придя в тир да нам весит мишень где мы видим там цифры и мы знаем что надо попасть десятку вот наша цель мы стреляем попадаем мы выполнили а когда мы начинаем бизнес и мы не а если вот там в тире взяли закрыли мишень тряпочкой мы пришли и стреляем то есть вероятность того что мы попадем десятку она ну наверно 0 1 процент какой то правильно вот и также в бизнесе вот мы пришли мы начали действие мы вроде что-то делаем но мы не понимаем то есть понимаете мы не мы не видим цель то есть мы ее не видим мы не понимаем куда мы идем соответственно что мы не достигнем ее а когда мы себе поставили цель а в бизнесе результат это что это деньги и в какой срок то есть dead line то есть мы всегда должны себя определять времени то есть ставить цель то есть бизнесе это результат это деньги и время то есть вот вопрос так звучит что хотите и в какой срок то есть вот допустим хочу заработать 100 долларов в течение там трех месяцев или тысячу долларов в течение выйти на тысячу долларов через шесть месяцев вот у вас какое-то такое мышление или мысли какие-то вот рождались есть вообще в голове вот ваше желание какое мы с вами сейчас вот и учимся в принципе вот вы бы как сделали что что вы пожелали были захотели вот конкретно вот вот может связать действительно хочет там ведь пришли не просто так в интернет а с целью заработать дополнительный заработок да и у всех этот дополнительный заработок он разный у кого-то миллион долларов у кого-то 10 миллионов а кто-то десятью недоволен понимаете вот у меня допустим начальной амбиции хоть я и не дошел до этого но мне даже не четыре не пять не интересно мне интересно от 10 тысяч долларов доход потому что я на земле зарабатывал гораздо больше но связи с определенными обстоятельствами там всякими кризисами то есть у меня доход очень сильно упал и меня он не устраивает поэтому я вот уже на протяжении где-то трех лет ищу в интернете и кое в чем конечно уже при успел поэтому результаты у всех разные цели тоже но они могут иметь свойства меняться и поэтому вот самое первое желание какой бы вот дополнительный доход вы хотели бы иметь в интернете вот делая какую-то работу там я не знаю да я поняла в общем я очень поняла потому что как раз совпало с вчерашним роликом что я смотрела поленка по деньгам и богатству люди не умеют не умеют ставить и не ставят и всегда себя лично и вот вот это у меня это слабость это у всех алла это у всех вот где-то нет вы вот зря понимаете вот все говорят вот это у меня это вот мы все вот мы целевая аудитория которая понимаете вот я чем больше разговариваю с людьми я приобретаю такой опыт на основании которого то есть я уже начинаю просто видеть людей понимаете недостаточно вот я перед вами чуть задержался мне позвонил просто человек с которым мы в скайпе состыковались два года назад и в течение вот я не знаю там 20 минут он мне попросил ссылку на сегодняшний вебинар попросил ссылку на инвестиционно куда я вкладываю деньги и в конце сказал но если будет интересно посмотрите мой проект вот я ему не предлагал ничего он просто спросил чем занимаешься то есть вопросы формулировка вопроса идет понимаете вот мы когда пришли в мгм артем сказал вам интересно не рассылать ссылку и навязывать что-то получать вопросы с тем что чем вы занимаетесь то есть от людей и вот они уже начинают поступать такие вопросы просто люди скайпе сами звонят и задают вопросы понимаете так это не то что классно мы к этому должны прийти и стремиться понимаете понятно вот и я как бы вот почему и говорю вот вы все равно вот вот взвесьте вот свою как бы ситуацию до доходы вот я еще раз говорю мы же не просто пришли мы пришли с намерением допустим если вы имеете доход там 300 долларов вы ну хотя бы 150 или 200 еще дополнительные меня бы была жизнь вообще прекрасно правильно вот 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 это хорошо вот вот в вашем понимании сколько этого вы бы хотели давайте пофантазируем давайте пофантазируем то что мы хотим понимаете большую и к чему прийти это одно под понимаете что я тоже хочу миллион долларов но я понимаю что вот он за три за четыре месяца не заработается при всем желании хотя даже вот артем потратив полгода имея уже доход 25 тысяч долларов 25 тысяч долларов в сетевой компании то есть это ему удалось тоже не один год а по кому порядка шести лет он после этого сделал запуск полгода он запускал причем получил еще образование в америке вот после этого запада под сделал первый когда у него 280 тысяч на счет упала до у него за полгода но к этому то он шел ведь не один день понимаете в шесть лет получил результаты в млм компании причем хорошие 25000 это хороший чек и после этого он понял что в инфобизнесе просто при тех же усилиях можно зарабатывать гораздо больше вот в чем разница принципе можно зарабатывать везде но вот он понял так для себя а мы может быть понимаете все таки научим научимся когда понимать людей и общаться правильно да то есть нам мы может быть сможем больше все таки в млм зарабатывать то есть это ведь не факт а может быть просто какой-то бизнес на земле откроем и через интернет его будем раскручивать неважно все это без разницы то есть сам факт вот ведь чем не хорош артем тем что он учит всех людей причем люди они же не могут быть все одинаковые да кому-то нравится там вышивать кому-то нравится там огурцы садить кому-то картошку выращивать кому-то и если это нравится человеку он и должен этим заниматься вот всем существенно не каждый человек понимает и находит многие вещи люди делают вынуждены потому что ну что-то нужно делать чтобы выживать в этой жизни понимаете вот а нужно найти вот именно именно найти то что нравится нравится вот когда вы начинаете в какую-то область ходить если вам это уже симпатизирует значит здесь нужно еще поискать что большее что интереснее что что нравится делать и и понимать вот это все понимаете вот этот процесс мы отклонились англа давайте все таки очень очень ценные вещи установки дали психологически который распомогает 200 вот сколько все-таки определяем вот вот первое желание первое я понимаю что там 250 тысяч это хорошая сумма отлично всегда нужно ставить большие цели к ним стремится без этого нельзя но вот минимально и в какие-то сроки чтобы вы хотели вот вы только проект зашли вот как-то с ним ознакомились и давайте вот какую-то цель с фантазируем нереально поставим потому что тысячи евро а в какой срок вот как вы считаете для себя ну реально да и помощь именно мбм или других бизнесов ну я не знаю я так понял что вы от всех отказались вы решили только в мбм заниматься мбм и плюс еще например там бизнес продвижение например в интернет магазин золота а он у вас и он у вас есть этот интернет магазин золота ну да это как бы такая сетевая компания но она есть вы там тоже зарегистрированы тут алла тут тут вопрос такой что я думаю что здесь можно просто условно сказать вот в интернете заработать вы можете это в совокупе не вот давайте поставим 1000 евро заработать но какому сроку в интернете возьмем просто в интернете мбм там автомобиль это вот как сказал артём на своем ролике так ямана на машине есть что бэн мы получаем финансы чтобы начать какие-то другие бизнесы которые бы чтобы раскручивать себя в интернете чтобы раскручивать себя в интернете интернете и какие-то если мы раскрутимся и научимся правильно себя позиционировать вы поймете что можно и и другое что-то раскручивать либо дальше продвигаться в инфобизнесе шок кому больше нравится и что приносит удовольствие понимаете самое главное чтобы это приносило вам удовольствие удовольствие который там и схемы красивые и ну как бы благородное само понимание золота и вижу что как это работает на вебинарах вижу вот эти спонсоры которые сейчас как бы вхожу в эту систему нас просто алла мы со временем не у него не у нас давайте по теме в общем то у нас вопрос мы очень долго отвечаем тысячу мы выработали давайте установим срок срок в какой срок давайте будем реалистом возьмем полгода вот то есть получается что сегодня ну нет вы поймите что ничего ничего не упадет сверху да и фантастики никакой не бывает мы задаем себе вопрос такой я хочу выйти на доход в 1000 долларов через полгода соответственно что вы первый месяц можете заработать 100 евро во второй вы можете 200 3 300 но когда наступит шестой вы поняли что вы заработали за последний шестой месяц тысячу евро соответственно если вы заработали и у вас была динамика да к этому не просто там у вас первый месяц упала там 1000 евро а последующие пять нет вы ничего не заработали то есть соответственно мы должны понимать что если мы ставим цель выйти на доход 1000 долларов 1000 евро в месяц соответственно через шесть месяцев соответственно значит вот на шестой месяц мы должны месяц заработать 1000 евро тогда мы свою цель выполнить правильно вот я так это понимаю хорошо то есть вот этот вопрос мы так ставим значит 1000 это самое евро через полгода движемся дальше следующий вопрос а что изменится в вашей жизни до того когда вы выйдете на такой доход 1000 евро в месяц вот вы сейчас живете получаете удовольствие от жизни у вас все замечательно то есть нашли интересный проект до которым можно получать знания а что же изменится вот прошло полгода вы начали зарабатывать тысячу долларов что поменяется вот сейчас вот вы живете и вы поняли что вы научились зарабатывать 1000 долларов что поменяется в вашей жизни поменяется в жизни но поменяется уровень потребления полезная продукция оздоровительная вот это поменяется первое то есть начнете ухаживать за своим здоровьем в полном объеме я так понимаю да коралловый клуб да вот эти которые программы которые и других фирма которые вот другие еще люди тоже фирма хорошей то есть полном объеме совершенно правильно так первое второе уровень потребления питания улучшится потому что мы на украине же вы понимаете почему на украине всегда было очень хорошее питание и продукты а вы не знаете что собирается сделать в сентябре сейчас в октябре жилья хапа и так и посетим будет три раза больше чем за попало все все давайте по теме я понял это уже другой вопрос потребления питания учитывая социальной ситуации которые изменились и уровень и одежды на себя на себя это дело и уровень как это сказать проведение дослуга можно будет а поехать или там так сказать хорошей красивой места это туризм и плюс еще обустройство лучше обустройство квартиры которые там там балкон там что-то еще там то есть налаживание своего быта но на эти тысячи долларов так сказать что будет возможно ну по крайней мере можно будет уже задуматься о том что что-то из этих областей можно начать делать более масштабных как говорится позволить себе более больше чем сейчас это возможно и так хорошо не воспоминал тогда такой вопрос следующий вот мы помечтали о цели а сейчас представьте что вот сегодня 29 августа и настал тот день получается сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 28 и 1 марта настало то есть вот прошло 6 месяцев семнадцатого года настал этот день можете себе представить первый день весны вы проснулись начали что-то там как бы понимаете анализировать и поняли что вы вышли на доход тысячи евро в месяц какое ваше состояние самочувствие эмоции какие то есть что делаете чем занимаетесь в этот день может где-то там уже во франции кафе сидите чашку кофе пьете как вы думаете что что это будет за день если вот прошло 6 месяцев и вы поймете на вот этот вот как говорится 6 месяц что вы действительно реально вышли на доход тысячи евро то есть вы понимаете что вы не готовы совпадает с тем что я вчера пересну прослушала ролик со блин последний и вот то что вы прямо вы продолжаете вот в этом ролике то есть она анализирует соединяет информацию вашей его и что надо это прочувствовать да конечно что мы с вами делаем это просто если я хочу одежду пойти померить и так далее если хочу можете посмотреть и так далее все правильно это мы отклоняемся вы правильном истике все здорово вот у нас конкретный вопрос у нас конкретный вопрос первый вот конкретный вопрос у меня не 1 уже последующий вот давайте просто стараться на них отвечать вот именно конкретно потому что мы просто уходим в сторону и теряем время уже у нас консультации очень как бы это вот то есть что вы представляете вот давайте конкретно представляет где вы находитесь что делаете какое у вас настроение эмоции в этот день эмоции положительные чувства расслабленные чувства защищенности финансовой так вот это как бы более благополучное первое второе желание на себя конечно и не желание себя не проработано я поняла этом я поняла то есть не вижу я поняла что надо по себе проработать желание все это я поняла и теперь могут только фантазировать они ощущают надо пофантазировать потом можно это на практике сделать а вот надо что-то делать давайте попробуем более подробно вот представить вот ваше ощущение ощущение что я свободно могу куда-то пойти нормально все здорово правильно вы говорите дальше мысль продолжаем я могу поехать брату харьков да я могу поехать к леночке в россию там где она живет будем а я могу поехать своей натальи натальи там где она живет в италию 1 гости к друзьям я могу поехать то есть вы можете себе вот вы можете вы горите все я могу вы конкретно вот в этот день вы представьте вот вот настал 1 марта что вы делаете вы сидите за компьютером продолжаете дальше зарабатывать денег без эмоций без всего пофиг пришла 1000 евро я хочу еще 10 тысяч я дальше работаю либо вы сели купили билет в италии уехали к натальи и отдыхаете загораете на адриатическом море что вы будете делать вы можете представить не все говорите что я могу я могу я могу а в итоге мы ничего не можете понимать алла вот вы говорите я могу я могу я могу а вы скажите я 1 марта покупаю билет дарить до риме не но времени он не летает там есть этот самый как сказать наверное самый ближайший это будет баллоне наверно вот туда ближе до баллоне из москвы да там или там с жулян там еще ближе у вас будет там есть такие дешевые европу и лечу на неделю отдыхать и в течение этой недели добиваясь еще лучших знаний общаясь со своим спонсором там или куратором а вы вот представьте и конкретно скажите что вы будете делать или вы будете сидеть дома пить кофе и получать от этого удовольствие потому что я такая хорошая и вот я заработала столько денег и больше мне в этой жизни ничего не надо я все успокоилась понимаете алла то есть вы можете определить свое действие что вы будете неважно может этого не случится но вы определите что я в этот день буду делать то-то то-то и то-то я могу это вместе с своими друзьями которые вот в мбм познакомились это самые самые лучшие друзья алла вот это вот слово я могу просто выкиньте из своей речи я вместе с друзьями мы какой-то красивый европейский какой-то курорт то есть договори договоритесь заранее и где-то встретитесь получается европе встретимся в каком-то месте на каком-то красивом курорте с теми людьми которыми я сейчас общаюсь вы не можете конкретно сказать я встречусь в городе риме не вот конкретно потому что там живет наталья там есть хорошее адриатическое море чистейшей воды я там был и купался на этом центральном пляже да и вот так вот я познакомился с наталья в социальных сетях до того еще что я не знал что она в мбм даже вот значит значит вот мы да но тогда наталья это неинтересно а ей не хочется тоже куда-то по его вот вы вы понимаете вот вы очень много думаете и очень много говорите а нужно просто сделать если вы будете о всем мире думать когда сами еще ничего не сделали то никогда ничего не сделайте алла в начале подумайте о себе вот алла в начале подумайте о себе сделайте себе прекрасно когда у вас будет такое настроение и энтузиазм творить дальше и делать хорошие людям но пока вы себе не сделаете ничего вы будете просто думать и мечтать о том чтобы сделать кому-то хорошо но не более того наталья алла да я поняла все я поняла значит я утром сажусь на самолет приготовил сюда ранее и я еду к наталье да мы встречаемся с нашими друзьями с девочкой со всеми девочками захотел приехать вот в этом встречаемся и проводим хорошо время в удовольствие посещаем там красивые рестораны пляже красивые театры хорошие общаемся вот еще больше узнаем друг друга ближе как как личности и учимся друг у друга а потом после этого все едем в москву знаете что на очередной алхимию ну на мероприятие ближайшие вот вот что то мы с вами представили хорошо алла замечательно вы не переживайте а вот вы зря переживаете то есть вы вот просто настройте себя на правильное мышление следующий вопрос шестой насколько важно для вас получить этот результат 1000 евро в месяц от 1 до 10 оценку поставьте себе отлично замечательно то есть это очень важно я так понимаю и для этого вы будете делать все чтобы этого достичь да замечательно хорошо тогда такой вопрос вот смотрите а что же вам мешает вот сейчас именно сегодня зарабатывать 1000 евро в месяц какая вот есть может быть проблема или острая актуальная там причина которая вот вы считаете что она бы решилась и вот за нее вы не можете зарабатывать в чем проблема в принципе ведь ничего вроде не мешает а почему вы не можете сейчас именно зарабатывать тысячи евро а я скажу что значит первое два фактора два фактора это фактор знания которые еще недостаточно мне знание недостаточно и некоторые финансовые ну как бы небольшие вложения некоторые вложения финансовые и фактор знания то есть я недостаточно обладаю знания то есть вы считаете вот эти две причины да то есть не дают возможности вам заработать тысячу долларов да знания и вложения знания как бы скорость потребления знания усвоения у всех людей разное согласен поэтому я в процессе обучения хорошо следующий вопрос почему для вас вот важно решение данного вопроса развиваться через социальную сеть стал именно сейчас и просто так ну во первых это очень мощная ускоритель всех процессов социальной сеть и во вторых поменялся очень сильно нет и и теперь только методами работы в оффлайне теперь больших таких результатов сейчас и раньше нельзя подойти чаще а сейчас тем более связи с процессом вот этой автомогетизации много параллельных продуктов всевозможных на всех уровнях одинакового класса и но оттягивается внимание клиентов и поле совсем другой информационной и почему почему вы так считаете вот я думаю что вот все говорят кризис а есть люди которые пользуются этим кризисом покупают дома дачи яхты яхты виллы джипы как ездили так и ездят мерседесы как ездить так и ездят они не уменьшаются только увеличивается количество их соответственно люди ведь на земле работают и зарабатывают деньги совершенно верно правильно я не сказала слова кризис у меня вообще не было понимание не ну понимание того что вы говорите все ниши заняты в интернете тоже через пять лет нет это понятие комодетизации то есть так как очень быстрая дупликация технологий это я по караулам клуба случайно встретила что вот даже приватбанк 4 по смс-кам продает уже вот эти коктейли всевозможные которые караулы думают что у них такое самое идеальное потом я встретила с тем что действительно очень много появляется параллельных продуктов хорошо я понял что все таки вы приняли такое решение что все таки через интернет развиваться тем более в социальных сетях это процесс который ускоряет этот момент то есть за более короткое время вы можете достичь большего результата чем на земле вот так можно сказать да совершенно верно просто на земле насколько в моем понимании это может быть гораздо дольше а здесь в принципе осознавая то что идет такое развитие информационное и интернет такая охват очень большой то есть это может быть гораздо быстрее автоматизация согласен хорошо следующий вопрос ала а что же будет если вы так и не научитесь продвигать вот свой бизнес через интернет и не заработаете эту тысячу долларов вот евро который вот допустим полгода пройдет настанет 1 марта и вы ее не заработали что будет дальше с вами как вы считаете ну естественно у нас же идет социальная деградация но понятно что ухудшение уровня жизни то есть у вас есть какой-то вот план б то есть вы не получится это пойду туда или как там вот я допустим всем верю не смогу зарабатывать пойду дворником на свежем воздухе и всегда при деле нет у меня не стройка на социальной сети то есть вы в любом случае будете продолжать зарабатывать дальше конечно это делать надо дальше двигаться развиваться дальше нужно чем больше вложил знания, энергии, ресурсов своих тем больше получил то есть вы четкое решение для себя приняли это план а никаких отступлений то есть четко идти в направлении развития в социальных сетях да? в плане а есть подпункты не одна сеть как другая информация ну понятно это понятно мы в интернете возьмем вот так обширно да интернет да я считаю что за интернетом будущего хорошо согласен а такой тогда вопрос вот вы все где-то развивались как-то шли и вот то что вот сейчас попали в мбм а если бы вот год назад когда он начал только вы это самое допустим образовался если бы вы попали как вы считаете что вы за это время могли потерять вот если бы год назад попали в мбм и вот сейчас вы попали я не понял вопрос я попала сейчас а что в смысле что потерять? ну вот как вы считаете вот вы сейчас попали в мбм да? да а могли год спустя попасть в мбм и уже бы год были в мбм и вот уже год прошел да но вы все-таки сейчас попали и что вы считаете что что вы не попали в мбм что вы потеряли или ничего не потеряли? дело в том что у меня такой подход я попала тогда когда было суждено как бы сверху вот так вот но это вот такой подход что я в потоке жизни значит мне именно сейчас я заслужила или мой уровень развития достаточно чтобы туда войти как будто я под поток уйду но если предположим я бы попала год назад я не знаю как бы это все развивалось потому что у меня не было бы того опыта который у меня был наработан за этот год пока я не была в мбм все я понял хорошо все понятно спасибо тогда следующий вопрос такого плана считаете ли вы себя человеком способным получить эти результаты вот 1000 евро через полгода то есть считаете себя способны да хорошо отлично хорошо тогда такой вопрос а что вы готовы делать аллах чтобы получить такой результат ну да ну да ну в принципе то как я готов получить такой результат но делать ничего не буду или как обучаюсь усидчиво сижу за компьютером сетях с людьми встречаюсь прохожу через свои страхи вот уже пропаде на страхе что писать или писать и вот получать страхи от получения нет уже так сказать слава богу называется вот татьяна андреева очень хороший тренер вы его слышали тоже в мбм то есть как вместе соучредителей с артемом она по поводу вот этого всего говорит имитация бурной деятельности имитация имитация бурной деятельности мы просто создаем себе деятельность имитируем ее а результата никакого а вот что надо делать то главное это учиться и действует согласен но это все в общем а конкретно если взять то необходимо просто создавать трафик на свои ресурсы до в социальной сети в начале а потом на все те ресурсы которые необходимо грубо говоря где нам осуществлять продажи до создавать базу подписчиков до то есть страница захвата то есть вот мы должны создавать туда трафик самое первое понимание это создание трафика клиентов из интернета вот мы должны работать над этим днем и ночью конечно конечно нужно реально оценивать свои возможности время и силы и как говорится делать только то качественно до действия которые нам под силу и мы можем за определенное время обработать или там переговорить с тремя с десятью со временем может быть с 20 научимся то есть мы будем уже не 30 40 минут раз разговаривать а с кем-то 10 с кем-то 15 с кем-то вообще 3 минут хватит понимаете и за счет этого то есть уменьшая количество уделенного времени человеку то есть вырабатывая себе профессионализм то есть мы будем закрывать сделки за три минуты к этому надо прийти мы должны организовывать трафик вот вы себе запомните и общаться скайпе вот два действия которые мы должны делать а все можем обрисовывать там усидчивость за компьютером все это все имитация мы можем не сидеть не ходить но знаете способов миллион как все говорят то есть победители не ценят до важный результат а как он его получил этого уже никого не интересует то есть если я завоевал олимпийскую медаль то я чемпион то есть я олимпийский чемпион а как я это сделал это уже без разницы понимаете понимаете а вот вот смысл смысл в том что мы можем рассказывать очень много о том что мы будем делать но мы должны понимать четко вот вот если мы пришли в интернет то наша задача привлекать целевой трафик из интернета социальные сети на свои ресурсы и потом из социальных сетей когда мы уже подписчиков там создадим то есть узнаваемость и прочее создадим мы на свои ресурсы которые продают у нас которые с помощью которых мы зарабатываем вот эти лендинги видео то есть привлекать и общаться с людьми закрывать сделки то есть в любом случае начально это трафик а конечно это разговор skype другого пути и работы никакой хоть что мы там будем придумывать себе все сводится в два действия то есть это трафик и разговоры skype а это все уже в процессе это уже аналитика это уже цифры это уже чем мы дальше и дольше этим занимаемся тем и глубже понимаем сам процесс хорошо спасибо ну вот в принципе алла мы подошли уже к концу то есть я бы конечно после и по времени и по вопросам то есть в конце как правило я предлагаю решение вопроса да то есть либо человеку идти самостоятельным путем до в одиночку развиваться это тоже возможно и гении добивались раньше то есть и выходили как говорится в люди но это очень долго то есть процесс десяти а может и двадцати лет зависимости от того как вы сказали насколько человек понимает и внедряет это да у каждого своя скорость вот можно значит с помощью привлечения консультации вот как меня вы пообщались получили полезность здорово но как правило когда человек бесплатно получает полезность он ее не внедряют потому что он не видит в итоге ценности хотя какую бы ценность мы не дали но он не видит в этом действительно ценность того что внедряя он может получить результат и и тут же то есть можно двигаться то есть с незначительными суммами там скажем потому что доходы разные у всех там 500 рублей в начале консультацию получить более узкую да и по направленности что сделать социальных сетях потом может быть подороже типа там две-три недели какой-то консультации с какими-то результатами доведения до результатов то есть можно брать консультации либо у меня либо еще у сторонних каких-то специалистов которые в интернете в принципе это делают либо как говорится вот куда вы уже попали это самый лучший вариант нашу команду бизнес развития и поддержка проекте mbm family и только сейчас вопрос за вами насколько вы будете эффективно внедрять те знания которые будете здесь получать а и здесь в принципе достаточно а то есть пробежавшись по сетям то есть я еще могу подвести итог хотя там в принципе я уже говорил повторюсь конечно может быть в чем-то но исходя из того что мы имеем то есть первая эта фотография вот она по крайней мере вроде как у вас даже похоже хотя на ютюбе нет то есть вы по крайней мере одну поставить но все-таки она не профессионально сделано вот это все вроде как бы нормально то есть как она должна быть но ее в любом случае надо сделать профессионально то есть я очень долго сам такой был и тоже не мог этого сделать пока вот так все шло 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 и подошло к тому что я просто выходной встал пошел в обычную фотографию где делать документы попросил сделать фотографию на аккаунт и поставил и это как говорится свершилось все тяжелый на подъем нам нужны толчки какие-то понимание и из тех пяти китов которые я вот выделяю для развития в социальных сетях вот это первый который называется фотография в аккаунте вообще во всех аккаунтов социальных сетях на первом этапе когда вы начинаете столько развиваться и вас не совсем говорится знают и узнают вот это очень важно потому что по этой же фотографии со временем вас начнут узнавать и находить других сетях знаете вот это такой момент который действительно реально работает и помогает развитию позиционировали у вас социальных сетях второй такой тоже кит немаловажный это целевая аудитория то есть насколько вы очень здорово и понятно себе представить эту целевую аудиторию да настолько хорошо вы будете развивать свои социальные сети то есть вы должны четко нарисовать портрет тех людей своей аудитории кому вот ну которые должны стать с вашими потенциальными клиентами партнерами если их должны понять кто это такие либо это люди которым там 17 18 лет либо это мужчины женщины 25 там 45 или там женщины там с 35 до 70 то есть вы должны понять какая ваша целевая то есть она вроде как весь интернет но вы в любом случае должны и четко представить и судить до тех моментов с кем действительно комфортно вам будет иметь дело и кто они такие знаете вот это такое понятие целевая аудитория вот тоже нужно постоянно изучать понимать пробовать анализировать и то есть вот те подписчики которые будут у вас социальных сетях вот это если вы все правильно сделаете это будет ваша целевая аудитория с которой реально можно будет работать и действительно дальнейшем получать результаты третий момент это вот такой кит тоже очень важный что многие люди когда приходят социальные сети они не понимают для чего и как они вроде знают что тут бизнес развивает и продвигает а как это делать то есть они берут и на личных аккаунтах начинает шлепать информацию подряд про свою компанию про продукты но такие сети как вот вконтакте и фейсбуке сейчас уже даже instagram начинают делать такие аккаунты уже вот это есть личные аккаунты и бизнес аккаунты как надо понимать то есть вконтакте это группы в которой создаются и продвигается бизнес непосредственно куда выделяется целевая аудитория и туда заводится трафик целевой чтобы наполнить группы а в фейсбуке это бизнес страница причем даже сами соцсети дают такую возможность вот именно бизнес аккаунтах рекламировать посты то есть создавать рекламу а на личных аккаунтах это сделать невозможно реально просто мы на личных аккаунтов должны освещать свою личную жизнь показывать всем людям что мы обычные люди но в то же время делать и показывать какие-то вещи которые делают не все и не каждый чтобы мы могли чем-то выделиться и люди начнут тогда нас замечать понимаете а если мы будем как в серой массе то есть точно также как и все что-то делать одно и то же то очень сложно это будет либо за деньги то есть ну такие моменты есть четвертый кит это контент то есть та полезная информация мы должны понять что контент это именно информация там посты видео аудио тексты статьи то есть мы должны создавать такую информацию чтобы она была полезна нашей целевой аудитории тем подписчикам которые пришли к нам на страничку если мы создадим такой контент и будем его публиковать и наша публика будет ставить лайки комментировать перепосты делать значит мы удержим их у себя именно будет интересно с нами и мы поймем нашу целевую аудиторию их не проблемы боли и с помощью этой информации ценные до которые мы имеем опыт из жизни там где-то чему-то научились новому только внедрили посмотрели получили результат и даем это им если а им это и ну как помогает мы видим что это нравится вот это значит тот контент который мы правильно подобрали и наша целевая аудитория они так что приходят люди вот не ставят там соцсети им понравился просто не раз его все на страничку все потому что он им понравился а мы должны давать ту информацию которая будет нравиться и полезно нашей целевой аудитории вот это очень такой тоже важный момент который нужно четко представлять и и реально понимать что необходимо делать социальных сетях чтобы действительно ваша целевая аудитория приходила к вам и 5 очень важные самые я считаю основной это трафик то есть в интернете вот мы приходим в интернет делая бизнес мы приходим за трафиком а еще есть и узко сказать за целевым трафиком потому что мы трафик можем организовать мы можем набить себе и друзей социальные сети и все аккаунты подписчиками заполнить но это будет трафик но он будет не целевой им будет неинтересно то что мы там даем и взаимодействие у нас не получится то есть и опубликовав какие-то посты там видео это нам будет казаться что мы вроде берем ценность а отклика мы не получаем то есть нет ни лайков не комментариев не перепостов значит мы что-то сделали не так либо целевую аудиторию неправильно подобрали либо контент то есть мы не поняли свою целевую аудиторию какие у них боли и проблемы и не можем их решить потому что мы даем не то понимаете смысл вот и а трафик вот именно целевой научившись привлекательный может заводить на социальные сети и также то есть существует еще два метода рекламы то есть чтобы трафик нагнать то есть можно бесплатным способом вот создавая контент бизнес-странички да то есть какие-то там вирусные посты то есть вот этому научиться все делать это бесплатный но это тоже определенное усилие на начальном этапе мы этим занимаемся и учиться этому и пробуем это чтобы понимать это все ну и без платного контента не обойтись то есть процессе и дальнейшем мы должны понимать что с помощью платного трафика то есть создание такого трафика рекламы мы увеличиваем возможность и ускоряем достижение наших целей и получения результата то есть когда мы больше привлекаем людей соответственно больше мы имеем клиентов и партнеров этому тоже надо учиться и существуют два метода рекламы вот в интернете по крайней мере контекстная реклама это вот без социальных сетей то есть мы можем в поисковике яндекс директ и google adwords давать рекламу просто если у нас есть деньги создать какой-то одностроечный сайт который будет нам подписчиков брать чтобы дать полезность какую-то да и все и давать рекламу и эту рекламу как вот артем говорит я потратил миллион долларов заработал 150 все то есть в рекламу вложил миллион получил 150 все у него на страничке вот эти вот захвата вот эти все прописаны одно запустил следующий запустил третью запустила не работают он проводит вебинары на разные темы все процесс идет нужно это просто понять то есть то же самое он просто продает услугу вот образовательную и здесь такой же процесс это вот то что касается контекстной рекламы этого он будет более дорогостоящий и более большие вложения надо для этого вот нам артем предлагает разбираться социальными сетями потому что там можно на начальном этапе с меньшими вложениями до начать раскручивать себя и привлекать трафик и и зарабатывать тоже деньги на его партнерки что в дальнейшем развиваться и вкладывать в трафик а трафик он принесет нам клиентов и партнеров вот вкратце все эти вот пять китов и конец нашей консультации она вам было полезно то и вот я буду благодарен еще вам алла если я скину аккаунты свои вы оставите это самое отзывы об консультации оставите а мне скиньте электронку свою вот еще в скайпе и я вам сейчас постараюсь найти просто бонусом скину пять шагов по настройке аккаунта фейсбуке от татьяна андреева гуру вот в фейсбуке вообще и по социальным сетям то есть как бонусом я вам скину просто чтобы вы пробежитесь там по шагам все так разрисовано и поднастроить и свой аккаунт и поймете как правильно чтобы он у вас был настроен спасибо большое еще один момент такой люба просто восторге что она ну вы помогли ей разобраться с целевой аудиторией и профилем аватара может быть как вы считаете но мне я считаю что не это слабое место как-нибудь можно в будущем не такой длинную потому что консультация у вас в ваше время очень ценно вы помогаете людям и у вас своя личная жизнь как-то хотя примерно 20 минут консультацию именно по целевой аудитории конкретно или вы дадите просто мне какой-то какие-то я подумаю это самое я вот сейчас вам скину не скиньте электронный адрес в скайпе и я вам скину вот этот самый для начала вы просто вот себе пометьте пункты да по которым вы должны идти и я думаю что найдете эту всю информацию у нас в группе но я посмотрю если даже ли не зададите я думаю что вот там в табличке которые у нас вот есть для стартапов там в принципе поэтапно если вы пойдете там потихоньку информация она складывается там даже скорее всего есть задание такое создать свой аватар целевой аудитории вот это задание мы все выполняли в принципе придя в мбм и на начальном этапе какие в принципе поступая на первый курс любого высшего учебного заведения мы не понимаем что мы делаем нос со временем мы осознаем те знания переварив переварив и получив опыт какой-то в этом то есть мы уже более глубоко начинаем это понимать вот и все то есть нужно просто практика нужно просто делать вот начальное понимание и курс задан и вот в этом направлении курс держать просто и потихоньку потихоньку внедрять полученные знания и все и будет все замечательно я не сомневаюсь даже на правильном пути я забыл я обычно всех добавляю кто добавил хорошо что вы мне напомнили и фейсбуке в этом я добавил вас очень хорошо такие друзья как спасибо большое всего доброго взаимно взаимно вот у вас кстати на skype тоже фотографию надо поменять и тоже сделать такую же алёк я говорю на skype вот вам тоже надо поменять фотографии тоже сделать как в аккаунт а я не разделяем нежели на . 1 на я мы как бы теперь будет отдельный skype у нас там я тоже сделаю фотографии благодарю вас спасибо всего доброго до свидания до свидания удачи вам всего хорошего доброго до свидания